Ну что, привет! Давайте знакомиться! Меня зовут Лена и вы на канале Вишневая Рукоделия. Сегодня я первый раз появляюсь перед камерой. Я немножко волнуюсь и для такого случая я решила ответить на вопросы тега. Так называется «Надоела вышивка». Я не помню, кто автор и обязательно оставлю в описании ссылку на автора и вопросы, так что сможете пройти, прочитать и ответить при желании тоже. У меня тут стоят цветочки. Моя вышивка, которую я сейчас вышиваю, вот так она выглядит. Это ландыши. Вот на таком держателе. Кого интересует, как я вышиваю, я его зажимаю бедрами и сижу под спинкой подушка и сижу себе вышиваю спокойненько. Итак, первый вопрос. Допускаете ли вы мысль, что однажды не захотите вышивать? Вообще не допускаю. Я вышиваю с 2016 года. Это совсем недолго. До этого я... Это плотно я вышиваю. До этого я научилась вышивать лет в 9-10. Не помню точно во сколько. Меня научила вышивать моя бабушка. Она вышивала очень много. У нее был огромный пакет ниток в мотках. Я очень любила в нем копаться. Прям такой огромный пакет. Я так подозреваю, что это были нитки ПНК. И вышивали мы болгарским крестом на марлевых полотенцах. Она продергивала... Ниточки выдергивала, чтобы получались вот такие огромные клеточки. И эту клеточку закрывала полная пасма болгарского креста. Только так. В каком-нибудь видео я покажу свои работы. У меня их две. Подушечка и салфетка с розой. Надо их привести в порядок. Погладить, может быть. Потому что в этом состоянии, в котором они сейчас, их показывать вообще никак нельзя. Вот. И я вышивала эту маленькую подушечку. Бабушка вышивала огромные подушки. Чуть-то там не... 50 на 50 сантиметров подушки эти были. Вот. Ими уложены были все кровати. Но меня быстро отпустило... Вот. Ребенок, что с меня взять? Я быстро переключилась на фенечки. Я потом из этих ниток фенечки всякие плела. Висером занималась и так далее. Вот. И... Конечно, тогда я не хотела вышивать и бросила это дело. Но очень случайно начала опять. И теперь я не допускаю мысли, что мне надоест вышивка. Вышивать я хочу каждый день. Каждый. Если я не повышивала день, то у меня плохое настроение. Мне надо сделать хотя бы пару крестиков. Ну, не пару. 10. 100 крестиков. Вот так. Второй вопрос. Много ли дизайнов и наборов в ваших закромах, которым вы уже потеряли интерес? На самом деле, к сожалению, да. Много наборов. Запасы у меня небольшие. 15, наверное, 15-16 с недавними покупками, наверное, 17 штук сейчас, наборов. Но вышивать я не хочу процентов 70. Да. Не то, что не хочу. Просто, когда я их покупала, они мне очень нравились. И под влиянием Ютуба я их покупала. Это были какие-то такие новиночки. А теперь я не знаю, куда мне их приткнуть. Ну, вышью. Ну, куда я повешу? То же самое семейное гнездышко от чудесной иглы. И, зная, какие там сейчас нитки, какая там нарезка, какой там бэк, вот ландыши я вышиваю, там бэк, я очень боюсь к нему приступать. Часть вышила, а часть вот тянул, 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 тянул. Потому что он какой-то, ну, вот, нелогичный вообще. Зеленым по зеленому, и его совершенно не видно. И серединке клеточки, серединку клеточки. Какой в этом смысл, я не понимаю. Но об этом уже много чего сказано. И снято видео, поэтому не буду повторяться. Бывает ли у вас так, что, начав какую-то вышивку, вы теряете к ней интерес? Бывает. Я показывала свои долгострои. Без корни от Риолис. Я ее начала и потеряла к ней интерес. И вообще не хочу к ней возвращаться. РТО, тосканское вино. Там такой мелкий каунт, я потеряла к нему интерес. 18-ая Аида в одну ниточку. Пока я не готова к ней вернуться. Но по-любому нужно будет довышевать. Потому что мама эту картину ждет. А маме нужно угождать. Вот. Много ли у вас долгостроев? Я оставлю ссылку на все свои начатые работы. Долгостроев. Долгострои это какие работы? Которые начаты в 16-17 году и лежат? Да, их много. 5-6. Наверное, да. 5-6. И обязательно их закончу. Вот. По-любому. 6-ой вопрос. Было ли у вас так, что вы избавлялись от незаконченной вышивки? Каким именно образом? Я посидела, подумала и вспомнила, что у меня было два таких случая. В обоих случаях я просто выбрасывала ее в мусорку. Со всей конвой. В первом случае это был котенок, лежащий на дереве от фирмы. Сделай своими руками. Там были нормальные нитки. Но я так подозреваю, что это были по НК имени Кирова. Вышивалась на 14-й конве в 3 нити. Я замучилась. В 3 нити это просто кошмар. И вот знаете, что самое интересное? Что я еще вышивала венок из роз. Вот этот самый знаменитый венок из роз от Dimensions, который сейчас повально все вышивают. Но я его вышивала подбором, потому что участвовала в совместном проекте в Instagram. Тогда этот профиль принадлежал девушке Кристине. У нее был свой YouTube канал. Но потом этот профиль перешел к другой владелице. Так вот в том Instagram профиле проводился совместный отсев. Венок Рост, так он и назывался. Девушка по своему оригинальному набору сделала сама подбор ниток в ДМС. Или не сама делала, не помню. В общем, рассылала она схему перенабора. Это был перенабор, я так полагаю. Потому что вид такой, как из Patternager выход. И там предполагалось тоже вышивать все на 14 конвейт, ну или там на равномерке, но в 3 нити. Я чуть-чуть вышила в 3 нити, распорола, потому что это был просто тихий ужас. И мне вообще все не понравилось. Ну, наверное, потому что я еще вышивала нитками СХС. У меня на тот момент была полная палитра. И мне нужно было куда-то их девать, потому что выбрасывать тоже их было жалко. И продавать на тот момент было еще жалко. Но забегу вперед, сейчас они уже проданы. Вот. И я распорола то, что вышила в 3 нити. Начала вышивать в 2 нити. И вышила практически 1 пятую венка. И поняла, что я не собираюсь его заканчивать. Я не хочу его вышивать. Мне вообще не нравится. Это совершенно не мой сюжет. Я просто положила в мусорное ведро. Да, там был большой отрез Аиды, но мне ее было совершенно не жалко. Мне было не жалко своего времени, которое я на это потратила. Просто выбросила. И все. Есть ли у вас какое-то хобби, кроме вышивки? Если да, то какое хобби на первом месте? Есть еще хобби у меня вязание. Я вяжу на спицах. Или спицами, как правильно. На спицах. Вяжу от случая к случаю, но пряжу покупаю регулярно. Вот что самое смешное. Сейчас у меня в процессе кофта. Это мой вообще долгострой вязальный. Я связала уже 3 кофты таких связала. Именно такого фасона. И сейчас вяжется 3 кофта. Именно этой расцветки зеленой. Я сниму обязательно отдельное видео для любителей повязать. И расскажу про фасон, где я его увидела. Кто мне помогал все это осуществлять в первый раз. Сколько я вязала первую кофту. Сколько я ее носила. Почему я ее распустила. И так далее. Все это тема для отдельного видео. И на первом месте вышивка крестиком. Вот ради вышивки крестиком я откладываю вязание. Уже 2 года его откладываю. Никак не могу доизвать эту несчастную кофту. И вышиваю. Глядя на свои давно отшитые работы. Могли бы вы сказать, что какие-то из них вы бы сегодня уже не стали вышивать. Однозначно могла бы. Потому что вкусы со временем у меня меняются. Вкусы поменялись кардинально. Ну не так прям, чтобы кардинально. Но Поцелуй. Первый поцелуй. Картина называется. Вставлю вам картинку. Я вышивала ее по набору с Алиэкспресс. Купила этот набор на самом деле для своей бабушки. Потому что хотела ей подарить, чтобы она попробовала вышивку. И купила на конве с нанесенным рисунком. И что-то у меня пошло не так. Я решила постирать эту конву. Естественно, весь рисунок поплыл. Я ее оттирала, отпилила. И вышла на этой 11 конве в 3 мисе. Всю эту картинку вышила. Но сейчас бы я ее не стала вышивать. Насколько я видела, по-моему, это оригинальный дизайн Dimensions. По-моему. А может нет. Не знаю. Вот. Не стала вышивать какие-то маленькие сюжетики. Типа ежика от РТО. Он детский. И я не особо люблю детские сюжеты вышивать. Сейчас уже. Несмотря на то, что у меня маленькие дети. Как-то они не просят у меня Даши. Которые 2,5 года. Она не ждет ничего. Она может мне принести вот даже вот этот самый держатель. Вместе с вышивкой коробку достать. Мама, на. Вот так мне показывает. Или вот так она показывает, что надо повязать. Несет мне корзинку с вязанием. Вот так она мне показывает, что нужно вышивать. Потому что я вышиваю двумя руками. Сверху вниз. И ей хочется иногда, чтобы я посидела рядышком. Повышивала. И она мне несет эту вышивку. Но не горит. Ну естественно сейчас не спрашивают. Когда? Когда? Когда ты закончишь? А это мне? И так далее. Потому что я смотрю видео у некоторых девочек. Такое происходит с детьми. Дети ждут тот или иной процесс. Какие-то работы, конечно, я бы сейчас уже не стала вышивать. Потратила бы это время, эти деньги на какой-то более стоящий, что ли, в моем случае, набор. Девятый вопрос. Делали ли вы перерывы вышивки? Какой самый длительный? Если считать тот перерыв вышивки между десятью годами и двадцатью девятью годами, то получается, да, девятнадцать лет? Правильно? Вот. А если не считать, то с шестнадцатого года, когда я начала вышивать, я сразу плотно начала вышивать. У меня не было никакой раскачки, что я одну работу маленькую вышивала два-три месяца. Нет. Я вышивала одну работу, вторая у меня лежала новая в запасах. Одна только, больше никакой не было. И эту работу я вышивала, наверное, недели три. Но каждый день. Потому что я лежала, я не лежала, я сидела, ходила и гуляла. В общем, я везде брала эту вышивку. Я была с большим животом уже в положении. Уже ждала прибавления Даши. И пока у меня Арина была в саду, мне делать летом было вообще нечего. И я просто вышивала, отдыхала. Но вышивала на пальцах, одной рукой. И это было долго. Рассматривала недавно эту свою вышивую работу. Нашла несколько крестиков, которые у меня закрыты в другую сторону, не как все. Нашла несколько незакрытых крестиков. Помню, что у меня там была ошибка, которую я как-то исправила, продлила вниз. В общем, одну строчку сделала, чтобы выровнять эту картинку. Но до сих пор она у меня не оформлена. Тоже вставлю картиночку. Посмотрите на нее, пожалуйста. И десятый вопрос. Если вы решите завязать с вышивкой, что сделаете со своими рукодельными вещами? Чисто гипотетически представим, что я, хотя этого не может быть, что я завязала с вышивкой, я все свои рукодельные причиндалы, все ножнички, иголочки и органайзеры, которых у меня за почти три года накопилось в достаточное количество, но пользуюсь я совершенно малым количеством из всего этого купленного. Зачем покупала, вообще никому не понятно. Я или раздам, раздарю, или продам. Там уже на свое усмотрение, смотря, какую ценность для меня представляет и кому что нужно будет. Наверное, да, продам или раздам. Выбрасывать, если только то, что совершенно никому не нужно, и дарить стыдно, и продавать тоже неудобно, то, конечно, выброшу. Ну что, все. Все вопросы кончились. Вот у меня, смотрите, вот такие были листочки. Этот так я уже отвечала, этот я сейчас зачерпну. Вот у меня еще, по-моему, три года подготовлено. Если вам такой формат нравится, если он вам хорошо заходит, пожалуйста, пишите мне комментарии, ставьте лайки, подписка. В общем, мне все будет приятно. Я уже говорила, что я люблю отвечать на комментарии, и мне нравится какая-то отдача, обратная связь. Вот, надеюсь, что я не разочаровала вас своим фейсом. Ну все, вы были на канале Вишневая Рукоделие. Меня зовут Лена. Приходите еще. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok